Михаил Погребинский считает, что есть повод для сравнений хотя бы потому, что у Украины Донбасс, у Молдовы, Приднестровье. Но кроме территориальных конфликтов есть еще один фактор, характерный как для официального Киева, так и для Кишинева. Власть ваша, я бы сказал, так точно присмыкается перед американцами, как и наша. То есть ведет без какого-либо чувства как бы собственного достоинства. Если после того, как заключили договор с Российской Федерацией, с Газпромом, который фактически спасает Молдову от замерзания, мы слышим от вашего руководителя, вашей руководительницы, что она благодарна Соединенным Штатам и Европейскому Союзу. Не Москве и Путину, а Европейскому Союзу и особенно Соединенных Штатов, которые ну совсем никак не помогли. При этом политолог выразил мнение, что у Молдовы ситуация более тяжелая в сравнении с Украиной. И вот почему. У вас ситуация в каком-то смысле еще хуже, потому что значимая часть, значительная часть представителей вашей власти вообще ходит с румынскими паспортами и вообще не очень, не очень заинтересованы в том, чтобы сохранилось государство Молдова. У нас существует влиятельная националистическая часть общества и актива, которые, конечно, не хотят никому как бы присоединяться, а хотят как бы самостоятельно править и действуют по принципу, значит, Техас должны грабить техасцы. В случае с Молдовой, говорит Михаил Погребинский, дело даже не в том, что наша страна, подобно Украине, переходит под внешнее управление, а в перспективах прозападного вектора. Но при этом, значит, нет, ну вот этой обреченности такой, что на самом деле путь, который вот прозападный путь, выбранный сегодняшним руководством Молдовы, рано или поздно, если он укрепится, этот путь, если будет как бы более или менее успешным, то это кончится не тем, что Молдова станет самостоятельным неизвестимым государством, что она и просто исчезнет и станет частью Румынии. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, у молдавского пути по украинскому сценарию есть важное отличие. В Молдове, насколько я понимаю, если без избирателей, которые работают на Западе, большинство скорее за пророссийский вектор. Там же добавляется к этому пониманию, что пророссийский вектор дает шанс на объединение с Приднестровьем и создание, в общем, довольно такого самостоятельного и приличного государства. Михаил Погребинский уверен, что у Молдовы, включая Приднестровье, никаких шансов вступления в НАТО нет. А есть что? Есть теоретическая, есть перспектива, когда Молдова без Приднестровья теряет независимость, становится частью Румынии и автоматически становится частью НАТО. Такой вариант я не исключаю. Это возможно, но без Приднестровья. Что касается перспектив вступления в НАТО Украины, то Погребинский считает, что самому НАТО эта головная боль не нужна. Да и мнение стран Европейского Союза имеет большое значение. Особенно лидеров Евросоюза, той же Германии, Франции, Италии, которые выступают сегодня категорически против вступления Украины в Североатлантический союз.